Расширение для Chrome от Letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах и оповестит вас о проблемах с получением кэшбэка. Получи повышенный кэшбэк на 30%. Смотри в описании. Всем привет! Я настолько древний какашка, что помню те времена, когда, чтобы посмотреть фильм, нужно было идти исключительно в кинотеатр. И зачастую после сеанса люди подходили к полотну, отодвигали его и смотрели, что же там за ним происходит, чтобы удостовериться, нет ли там на самом деле каких-нибудь актёров. Сейчас же масс-медиа доступны всем и каждому. Люди смотрят фильмы с мобилок, со своих ноутбуков, с персональных компьютеров, просто находясь дома через интернет. Быть синефилом сегодня довольно просто. Достаточно иметь любой экран и выход в интернет. Но сегодня я расскажу вам о такой прибамбасине, которая позволит вам, не потратив кучу денег, прикоснуться поближе к важнейшему из искусств. Встречайте со свистом и улюлюканем. Живая легенда в среде синефилов, бомжей. Называется эта штука, проектор GM60. Естественно, он из Китая. Внешне это обычный чёрный кирпичик с довольно неплохим рубленным дизайном. Сборка у него довольно хорошая, ничего не отваливается. Но этот девайс не из тех, которые вы постоянно будете держать в своих руках. На левом торце расположена сетка для кулера. Выход для наушников или для какие-нибудь внешние источники, например, какие-нибудь колонки. Ави-вход. Разъём под SD-карту, такую большую. USB-вход для флешки. И USB-выход на 5 вольт, например, чтобы заряжать какие-нибудь ваши гаджеты вроде смартфона. И вход HDMI. На правой стороне вход для питания и две крутилки. Первая крутилка, она отвечает за наведение резкости, а вторая за наклон трапеции. Внизу также имеется сетка для подведения воздуха. Четыре резиновых ножки. Одна ножка, отодвигающаяся, чтобы регулировать наклон. И врезка для подключения штатива. Как это сказать по-русски, правильно? Сверху кнопки управления. Input, Escape, вверх-вниз, ОК, кнопка включения-выключения. Впереди гигантский глаз, а сзади VGA-выход и приёмник для инфракрасного порта. Расположение приёмника для инфракрасного порта довольно спорное. Кому-то может показаться это удобным, кому-то нет. Но мне, например, кажется это довольно удобным, потому что у меня в основном проектор стоит впереди меня. Я сижу расслабленно на кресле и управляю вот таким вот пультом управления данным проектором. Что из себя представляет пульт? Пульт довольно обычный. Питается он двумя батарейками типа ААА. На пульте все необходимые кнопки имеются, как бы регулировка громкости, навигации по меню и всё остальное. Довольно маленький, помещается в ладошку. Разрешение матрицы проектора 800 на 480, но максимальное разрешение воспроизводимого видео это 1920 на 1080. Соотношение сторон 16 к 9 или 4 к 3. Это, кстати, задаётся в настройках. Яркость 1000 люмен. Сам излучатель LCD с контрастностью 1000 к 1. Сам производитель заявляет срок службы LCD-лампы до 30 тысяч часов. Мощность 50 ватт. И работает всё это дело на расстоянии от 1 до 4 метров. Диагональ, которую при этом можно получить, изображение от 40 до 130 дюймов. Также, помимо этого, в проекторе имеется свой внешний динамик. Заявлено 2 ватта. А вес всей конструкции составляет 930 грамм. Сценариев применения данному проектору, в общем-то, куча. Можно воткнуть флешку, SD-карту, даже внешний жёсткий диск. Даже можно присобачить сюда внешний CD-привод и воспроизводить уже на нём диски. Можно подключить через VGA выход к своему ноутбуку или персональному компьютеру и транслировать изображение с него. Также можно подключить проектор к планшету, смартфону, фотоаппарату, DVD-плееру или даже к кассетному видеомагнитофону, если у вас вдруг где-то такой завалялся. При желании даже можно через AV-выход подрубить его к своему старому телевизору. Если у вас дома старый телевизор, он будет использоваться как приёмник сигнала, а выходом для видеосигнала будет служить уже проекция на стене или на каком-нибудь полотне. В общем, это почти самодостаточное устройство. Только единственная отговорка ему нужна место, откуда он будет черпать информацию. Но использование любого проектора накладывает на вас не только кое-какие ограничения, но и дополнительные траты. Ограничение заключается в том, что вы не сможете использовать проектор, особенно проектор за 70 баксов в светлое время суток или хотя бы в светлом помещении. Вам обязательно нужно будет помещение затемнить. А из дополнительных трат вам, естественно, нужно будет докупить полотно, докупить какой-то внешний источник звука, потому что внешние колонки тут вообще ужас и кошмар. В качестве полотна я использую вот такую штуку. Сейчас я вам покажу. Оп, со стены сниму сейчас. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот такую хрень. Смотрите. Вот эта гигантская хрень, которая не помещается в камеру, но тем не менее она довольно лёгкая. Называется эта штука полотно для масляных красок. Я её навернул сюда. Ой, твою мать. Вот так оно выглядит сзади. Смотрите. Это полотно для масляных красок. Оно довольно дешёвое. Продается в любом магазине канцтоваров. Его размер что-то около метр шестьдесят на метр, по-моему. В качестве внешнего звука я буду использовать вот такую колонку. Это довольно дешёвая китайская колонка. Я её купил давным-давно, уже, наверное, лет триста тому назад. Это блютуз-колонка, но у неё есть специальный три с половиной выход на внешние источники. Поскольку такой же трёх с половиной миллиметровый миниджек имеется в проекторе, я воткну переходничок сюда, а другой стороной этого переходничка воткну в колонку. Это, кстати, переходничок от наушников Meizu HD50. Особо непривередливые люди могут использовать, например, какую-нибудь табуретку или на неё ещё, например, наложить гору книг, чтобы всё это дело было повыше. Я же буду как элитный обозреватель с кучей понтовой техники. Вот такой вот буду использовать штатив. Это дешёвый китайский штатив с отстёгивающейся головой. Здесь я голову уже привернул, поэтому я делаю так. Опа! Красота! Смотрите, во все стороны вертеть. У меня здесь даже есть такая, смотрите, крутилка. Могу ещё повыше поднять. Дрон-дрон-дрон-дрон-дрон-дрон-дрон. Здесь закручиваю. А саму колонку я кладу либо вот так на стульчик, либо же помещаю его наверх. Но, наверное, вы уже успели заметить, что у меня тут не хватает одной важной детали. Это важная деталь. Кабель питания. Я её специально отключил, чтобы она мне не мешала. Втыкаем. Кстати, у проектора есть несколько вариантов вилок, поэтому не ошибитесь. Я, например, когда заказывал, ошибся, и мне прислали такую вилку китайскую, короче. Но этот проектор поставляется и с нормальной вилкой. Подрубаем в цепь питания. Здесь сверху нажимаем на кнопочку «вкл». Немного ждём. Чуть-чуть ждём. Ещё чуть-чуть ждём. Пошло дело. Вам, наверное, не слышно будет? Дико шумящая хрень. Это рокот от встроенного кулера. Поскольку здесь установлена лампа, а всё вот это – это пластмасса вокруг неё, поэтому лампе нужно охлаждение. Встроенный кулер очень сильно шумит, поэтому нужно учитывать это. Например, если у вас нет внешнего звука, то я хрен знает, как вы будете обходиться. Так, ну вот наш импровизированный домашний кинотеатр готов. Такой бомжедомашний кинотеатр. Чем ближе я подношу проектор к экрану, тем экран становится меньше, чем дальше, тем, соответственно, наш экран больше. Напишите, кстати, в комментариях, сколько будет по-вашему стоить телевизор с такой диагональю. Ну, я думаю, это будет, вряд ли, 80 долларов вам обойдётся. Здесь можно регулировать угол наклона, но в чём прикол? Этот угол довольно маленький. А если у меня полотно стоит криво, я его не могу выровнять именно так, как мне хочется. Я упираюсь своими возможностями в возможности проектора. Одной крутилкой я наклоняю, второй крутилкой я навожу резкость. Смотрите, например, здесь у меня совершенно не резко всё размылось. Навёл резкость, и всё, стало ништяк. Можно теоретически всё это дело проецировать на стену, я это пробовал даже делать. Опять же, обои всегда мешаются, потому что у обоев всегда есть такие элементы, которые что-то отражают, плюс какие-то неровности. Но если у вас в доме, например, есть обычная белая стена, то можно использовать и её. Теперь с пульта я выбираю, что я буду смотреть. Здесь есть фильмы, музыка, фотки, или читать даже текст можно использовать как читалку. На пульте для начала нам нужно нажать кнопочку Input и выбрать, с какого носителя мы будем черпать информацию. SD-карта, PC, RGB, HDMI, AV или USB. У меня это SD-карта, я нажимаю на SD-карту. Нажимаю на кнопку Movie, и, пожалуйста, он увидел мою флешку. Я её с Digital. Захожу на флешку, и здесь, видите, все папочки. Можно прям папками кидать. Папки он тоже может смотреть. Навигацию можно осуществлять, как, например, с пульта, таким вот образом. Но если, в чём прикол, если вы, например, будете сбоку то же самое делать, видите, он уже не ловит. Поэтому нужно стоять исключительно сзади. Посмотрим, как он будет здесь воспроизводиться. И дело пошло, сразу. То есть, если я сейчас вообще отключу свет, смотрите, то картинка довольно резкая, довольно неплохая. Плюс к тому, у меня ещё не совсем ночь. С окон всё ещё просачивается в помещении свет. Но для 80 баксов картинка, согласитесь, охренительная. Я в первый раз, когда увидел это, я вообще вахнул. Я вообще думал, что дерьмичек какой-то будет. За 70 баксов, например, если вы покупаете смартфон за 70 баксов, вы получаете полный отстой. Здесь за 70 баксов вполне работоспособная машинка. Но в чём прикол, у китайцев же есть ещё и проекторы подороже. Если взять дорогой проектор, то мне кажется, он будет вообще крутой. Поиграем в театр теней. Хреновая тень, короче. Теперь по звуку давайте пройдёмся. Я транслирую звук с помощью вот этой колонки. Посмотрим, давайте, на максимальную громкость. Вот это максимальная громкость с внешней колонки. Переорать её практически невозможно. Очень громко. Во-первых, у меня хорошая колонка. Во-вторых, сам источник звука очень громкий. А теперь отрубим колонку. Встроенных динамиков, в принципе, может хватить для какого-нибудь неказистого синефила. Просто развернуть в полевых условиях, например. И устроить кинотеатр. Ну вот, давайте, пожалуй, подведём итог всему вышесказанному. Проектор, как мне кажется, денег своих однозначно стоит. Естественно, можно доплатить больше, например, там, через 200-300 баксов и получить уже совершенно другого уровня. Проектор, который будет уже иметь разрешение HDD, показывать картинку ярче, может быть у него будет лучше встроенный динамик. Но данный проектор не зря считается легендой среди бюджетных синефилов, потому что стоит он 70 долларов. И этой ценой он оправдывает все свои недостатки. А их, я скажу вам, полным-полно. Во-первых, шумит кулер. Очень громко. Когда вы смотрите фильм с внешним каким-нибудь источником аудио, когда вы уже полностью погружаетесь в атмосферу фильма, вам вообще полевать на это всё. Самым главным недостатком, я считаю, малое разрешение. Да, 800 на 480 действительно маловато. Но если вы только начали свой путь синефилой, если вы только присматриваетесь и прицениваетесь, и вы ещё даже не понимаете, нужен вам проектор или нет, то GM60 будет вам хорошим другом и отличным начинанием в вашем нелёгком деле любителей кино. На этом всё. Не забывайте подписываться на канал, ставить оценки этому видео и пользоваться нашим любимым кэшбэк-сервисом Letyshops.ru, который позволит вам сэкономить при покупке любых гаджетов в интернете. На этом всем спасибо за внимание, всем пока.